приветствую вас дорогие друзья вы попали на бесплатный онлайн вебинар настройка традиционной рекламы в instagram мы проводим данный вебинар при поддержке министерства экономического развития российской федерации онлайн платформе мой бизнес комитета по промышленной политике инновациям и торговли города санкт-петербурга что сегодня будет на нашем вебинаре длительность вебинара примерно полтора часа за это время мы с вами познакомимся пройдем теоретическую часть практическую часть я поделюсь с вами фишками и также отвечу на ваши вопросы кто я такой давайте познакомимся меня зовут григорий я занимаюсь триггетером на рекламу с февраля 2020 года изначально я начинал с продвижения телеграм-каналов но потом плавно перешел в от ариентированную рекламу и сейчас занимаюсь усиленно этим это мое основное занятие занятие которое приносит мой доход сейчас я зарабатываю около 150 тысяч рублей веду 7 клиентов и работы с крупными магазинами экспертами и блогерами если хотите можете подписаться на мой инстаграм григорий шилов там я делюсь полезной информацией по таргетированной рекламе о чем мы с вами поговорим дан на данном вебинаре мы разберем что такое таргет в инстаграм и в фейсбук разберем в чем отличие рекламы фейсбук и инстаграм от вконтакте мы пройдемся по основам таргета таргетированной рекламы в покажу вам пошаговый план настройки мы поговорим сколько можно заработать на таргете проверим поиск клиентов на свои услуги и также проблем про фишки и средства таргетированной рекламы вообще что такое таргет в инстаграм и что такое таргетированная таргетированная реклама это значит реклама нацелена она на кого-то нацелена таргет это цель по-английски реклама может показываться определенной аудитории людей по заданным параметрам например это может быть пол мужской женский возраст от 13 до 65 плюс лет геопозиция интересы поведения темографические интересы должности мы можем полностью охватить людей которые вот мы можем нацеленного точечно бить на тех людей которые нам нужны даже можем настроить рекламу на людей которые пользуются какими-то определенными телефонами людей которые у которых например будет день рождения завтра в течение недели в течение месяца у людей у которых будет годовщина у людей у друзья людей у которых будет день рождения вот представьте столько возможностей именно для нас для того чтобы настроить реактивную рекламу и фейсбук знает чем вы именно интересуетесь и как ведете себя в интернете на основе этого у каждого пользователя в сети формируется портрет возраст пол места жительства интересы поведения и талитологи настраивают рекламу на людей с подходящим для них протестом в instagram например я хочу настроить на путешественников я выбираю там интерес путешествия туризм и выбираю место жительства этих людей где я хочу их видеть откуда они должны быть например с москвы и выбираю их пол и возраст вот так выглядит вообще реклама в инстаграме и фейсбук в целом она ничем не отличается фейсбуке инстаграме реклама целом ничем не отличается там есть небольшие только вот различия по оформлению и у нас вот два есть основных формата на что мы настраиваем рекламу где она показывается это лента в инстаграм и фейсбук и stories опять же в инстаграм и фейсбук вот так примерно выглядит чем отличается лента от stories во первых лент отличается от stories соотношением сторон в ленте это обычно 1 на 1 или 4 на 5 а в stories это 9 на 16 также это работает и для фейсбука вот и мы также можем настраивать на другие плейсменты но очень редко используются плейсменты это место куда где мы показываем рекламу такие плейсменты не лента stories инстаграма и фейсбука например audience network это не там реклама часто не крутится потому что там не целевая аудитория и давайте поговорим про отличие таргета в инстаграме от вконтакте во первых это широкая аудитория во вконтакте мы используем узкие аудитории обычно это до 20 тысяч человек мы там работаем прям очень точно почему потому что у фейсбука в контакте недостаточно умный алгоритм а у фейсбук как раз таки он умный и этот алгоритм помогает нам самим просто мы запускаем рекламу например на широкую аудиторию из фейсбук сам определяет какая аудитория лучше всего реагирует и пускает рекламу именно под эту аудиторию и поэтому фейсбук любит широкие аудитории чтобы у него было как можно больше возможностей для того чтобы найти нужную для нас аудиторию вконтакте же это работает совершенно иначе вот и как я говорил у фейсбука очень умный алгоритм который помогает нам найти целевых людей он определяет кто реагирует на нашу рекламу то чаще всего кликает на нашу рекламу какая категория людей и помогает именно настроить рекламу на данную категорию людей вот следующий пункт это оптимизация от сетов что это значит от сет это группа объявлений мы с вами поговорим еще и на практике вообще поймем что такое от сет и как он оптимизируется вот от сет у нас оптимизируется как это вообще происходит фейсбук начинает собирать данные от аудитории он например понимает что вот эта категория людей интересуются вот это как интересуются и составляет некий портрет такого идеального человека на который нужно настраивать рекламу он примерно понимает на какую категорию людей нам нужно ввести рекламу и помогает нам вот попасть в данную аудиторию и так мы можем настраивать из-за этого у нас как раз таки идет работа с широкими аудиториями потому что фейсбук сможет просто сам определить на кого нам лучше всего рекламу настроить реклама фейсбук плохо работает со специфичными сферами и сферами там где очень мало людей например это ну вот агенты по недвижимости но это очень узкая категория людей да в них можно попасть но долго вы рекламу на данную сферу не будете крутить почему потому что эта сфера довольно таки узкая и алгоритм быстро выжжет вот эту аудиторию он будет просто показывать эту аудиторию рекламу и она просто уже не будет реагировать и смотрите еще важное отличие от вконтакте мы можем настраивать рекламу в других странах во вконтакте мы можем настраивать только рекламу в тех странах которые ну вот чаще всего вконтакте используют именно люди со страны снг а если же мы работаем с инстаграмом то мы можем настраивать рекламу на весь мир куда угодно сша нью-йорк канада там по любым городам вообще любые континенты европа вот на материки какие-то настраивать можем на улице именно какую-то улицу например в питере какую-то улицу там несколько проспект в москве можно на москву сити настроить вот довольно таки много возможностей новая главная возможность то что мы можем оставить на другие страны нет ну и количество людей которые пользуются инстаграмом просто в разы больше чем людей которые используют именно вконтакте поэтому можем охватить большее количество людей и большее количество людей увидит нашу рекламу вот так же рекламу проверяют боты о чем это говорит нам о том что там могут быть ошибки и это главный наверное минус работы фейсбука в том что там могут быть ошибки боты могут неправильно проверить вашу рекламу и например ее заблокировать часто не блокируют рекламу из-за каких-то там небольших косяков или же если они просто увидят что возможно эта реклама может нарушать правила ведения рекламной деятельности и тогда вас просто забанят вот и часто вот чаще всего они банят по ошибке банят рекламу которая абсолютно чистая но при этом фейсбук думает что она не совсем чистая можно так сказать а во вконтакте у нас рекламу проверяют живые люди и смотрите еще в чем отличие рекламу в фейсбуке могут быстро довольно проверить потому что там болты и они могут проверить рекламу за пять минут а во вконтакте иногда приходится ждать довольно долго потому что все это делают живые а люди вот и давайте поговорим про основы таргетированной рекламы в инстаграм и фейсбук все начинается с воронки вот так выглядит типичная воронка воронка строится вот так вот у нас идет настройка рекламы и мы показываем нашу рекламу в плейсмутах например в ленте или же stories люди переходят на нашу продающую площадку кликают и даже просматривают контент на нашем сайте потом они оставляют заявку и дальше уже покупают вот это типичная воронка которая вот используется в большинстве случаев есть еще вот такая воронка и она еще вот представлен такой вот прям показатель на с цифрами вот каждый этап воронки здесь например посетители сайта 1000 из них 100 человек оставили заявку например на приобретение какого-то продукта ну предположим это самокаты 70 процентов 70 процентов и 70 продаж мы сделали и потом 70 повторных продаж например может продали второй самокат или же сделать какие-то до продажа основные понятия в рекламе основные понятия в рекламе основные понятия в рекламе так почему сейчас и сдвинуть секундочку так скажем не сдвинуть такс мне нужно сдвинуть чуть-чуть рабочую область вот здесь видно вот так вот все продолжаем вот основные понятия лиды это заявки наших потенциальных клиентов что это значит лидом может быть звонок заполнена форма сообщения по сути лид это контактная информация вот наших клиентов чтобы мы могли как-то до них достучаться позвонить написать сообщение и как-то прокоммуницировать с данными ну вот людьми вот и чаще всего бизнесу нужны именно люди люди лиды лиды заявки наших потенциальных клиентов чтобы мы могли потом как-то с ними начать коммуницировать следующее понятие это трафик трафик это количество пользователей которые посещают вот нашу посадочную страницу или же там например просматривать нашу рекламу это тоже по сути трафик и трафик может быть целевой если пользователь попал по адресу и не целевой если пользователь попал случайно он целевой если например мы настроили каму и попали в ту категорю людей которые это переинтересуется нашей сферы. Например, это будет туристический бизнес. И нецелевой, если человек просто кликнул по рекламе, он не заинтересован, но как-то попал по нашей рекламе. Он считается нецелевым. Следующее понятие это лендинг. Лендинг это такой одностраничный сайт с конкретным предложением. Почему именно конкретное предложение? Потому что у людей в Инстаграме довольно рассеянное внимание и так мы можем... Лендинг создаётся специально с тем подтекстом, что там минимум каких-то действий. Например, есть кнопка зарегистрироваться, кнопка принять участие. И мы даём как можно меньше информации людям. Точнее, информация ценная, но мы прям жёстко, сильно не расписываем её. Мы просто ведём человека по конкретному предложению. Например, записаться на бесплатный вебинар и больше мы ему ничего не предлагаем. Не предлагаем ничего купить. Почему? Потому что у человека расфокус. Если мы будем предлагать различные предложения, там ему купите это, купите это, ещё зарегистрируйтесь, ещё и отправьте какое-то сообщение, то это просто, ну, будет его гонять в дикий расфокус и человек вообще ничего не сделает. И тогда смысла от нашей рекламы по сути никакого не будет. Вот. И лендинг, он ещё одностраничный. Ну, лендинг-этч, это посадочная страница, посадочная страница, где вот мы принимаем наш трафик и предлагаем людям совершить следующее действие в нашей воронке. Вот. И лендинг, это по сути, по сути, какой-то вот, это этап нашей воронки. Вот. Следующее, следующее понятие, это конверсия. Конверсия, это соотношение одного события к другому. И чаще всего это отношение нижнего события к верхнему. Например, конверсия на заход из посетителей заявки. Предположим, у нас было тысяча посетителей и сто заявок. Мы как сделали? Мы сто заявок поделили на тысячу посетителей и умножили на сто, чтобы перевести это в проценты. И так мы получили 10 процентов заявок. Следующее, это заявки из заявки, конверсия из заявки в продажу. Мы делим 70 на 100 и умножаем на 100. Получаем 70 процентов. И также есть вот в этой воронке повторные продажи. Мы делим продажи на повторные продажи и получаем, ну еще умножаем на 100 процентов. И получаем 35 процентов. И также в рекламе Facebook, конверсия это еще и событие. Это специальная цель. Там у нас есть множество целей, мы про них поговорим. Цели, на которые мы можем оставить рекламу. И это событие, на которое мы хотим привести человека. Например, мы хотим привести целевую аудиторию на покупку нашего продукта, на заявку, на просмотр контента, на добавление корзину, добавление контактной информации, что угодно. Вот. И основные, давайте поговорим про основные понятия. CTR это кликабельность нашего рекламного объявления. Ну, как по-английски еще говорится, click through rate. Например, у нас было 1000 показов и из этих 1000 показов вышло 100 кликов. И мы получили CTR 10%. Ну, это очень большой CTR. Обычно это где-то 1-3%. Ну, нормально CTR в большинстве ниши. Вот. И CTR это, по сути, показатель кликабельности и привлекательности нашего объявления. Чем оно более привлекательно для данной целевой аудитории, чем выше наш CTR. Вот. Метрика. Метрика это любой показатель эффективности в нашей рекламе, маркетинга. И вот часто используется такое понятие, как KPI. Это K Performance Indicator. Это набор метрик, который определяет руководитель или клиент перед стартом работы. Например, мне сказали привести 10000 заявок на бесплатный марафон по отредитированной рекламе по цене не больше 80 рублей в среднем за заявку. Если я делаю заявку меньше, чем 80 рублей, то я укладываю с KPI. И, например, получаю свои проценты. Вот из 80, например, вычитаю 75. И получаю там 5 рублей, умноженное на 10000. Я получаю за свою работу, предположим, 50000. Вот. Это как вариант работы. Также есть вариант работы за проценты. Вот. Но KPI это вот довольно эффективный способ, чтобы подслеживать эффективность работы и ставить какие-то задачи по рекламе. Вот. Еще вот есть такие понятия. CPC, например. CPC это Cost Per Click. Это стоимость за один клик. CPM это Cost Per Mile. Стоимость за тысячу показов. CPL это Cost Per Lead. Стоимость за один лид. CPC CPC это Cost Per Conversion. Это стоимость за одну конверсию. CPA это Cost Per Action. Стоимость за какое-либо одно действие. И CPP это Cost Per Purchase. Это стоимость одной продажи. Вот. Прежде всего, мы используем CPC и CPM. И вот понятия, о которых мы говорили KPI и CTR. Вот. Архитектура рекламы Facebook. Вообще, как выглядит рекламный кабинет Facebook, я вот покажу прямо после вот этих вот блоков. И первое, что вообще нам нужно для создания рекламы, нам нужен Facebook. И в Facebook нам нужна личная страница. Она вот, по сути, выглядит похоже как во Вконтакте. Примерно те же самые, ну вот там та же самая информация указывается. Ваша какая-то личная информация плюс контактная информация. Ваше изображение аватарка. И вот вы там можете выкладывать какие-то посты. Вот. И к этой личной странице вы можете создать на одно лицо, на одну личность, одну страницу. Вы можете создать два бизнес-менеджера. Бизнес-менеджер это, по сути, такая папка, где вы храните вот все, что находится ниже. Это бизнес-страница, рекламный аккаунт, рекламные компании и Instagram-профиль. Вот. И в бизнес-менеджере мы, по сути, настраиваем рекламу. В этой папке мы храним все, что нам нужно. Мы даем доступ другим людям, чтобы они также могли, например, рекламу настраивать внутри нашего бизнес-менеджера. И вот там вот мы управляем нашей рекламой. Вот. Следующая это бизнес-страница. Когда вы видите рекламу какую-то или вообще вот, ну вот бизнес-страница это то, что вот отображается в телефоне, например, в сторисах слева. Слева вы видите, например, вот рекламная страница какого-то спикера. Рекламная страница Аяза Шабудинов. Вот там написано Аяз Шабудинов. Вот. И для чего нам нужна бизнес-страница? Нам бизнес-страница нужна для того, чтобы мы могли опубликовать рекламу. Потому что мы должны ввести рекламу рекламу. Это от лица какой-либо страницы. Следующее это рекламный аккаунт. В рекламном аккаунте мы уже настраиваем саму рекламу. И внутри рекламного аккаунта есть рекламная компания, группа объявлений и объявления. Вот, по сути, у нас можно создать на один бизнес-менеджер 25 рекламных аккаунтов. Если подтвердить все данные, подтвердить ИП и откручивать довольно хорошие бюджеты, то у нас можно создать до 25 рекламных аккаунтов. Вот. И внутри рекламных аккаунтов, как я говорил, есть рекламные компании. Рекламная компания это, по сути, такие обложки нашей рекламы. Там мы называем нашу рекламную компанию, собираем там различные аудитории и потом собираем там объявления, которые показываются уже в нашей рекламе. Вот. И Instagram профиль. От лица Instagram профиля мы можем вести рекламу. Мы привязываем данный профиль к бизнес-странице и начинаем вести рекламу. Вот. И как обычно выглядит рекламный кабинет, рекламный аккаунт. У нас есть компания, у нас есть группа объявлений и в группах объявлений есть еще какие-то объявления, которые вот мы показываем в рекламе. Вот. И давайте мы с вами уже перейдем к политической части. Перейдем к сайтному клиенту. Мы к нему тоже перейдем. Вот. Это рекламный кабинет, рекламный аккаунт Facebook. Это рекламный кабинет Facebook. А вот это сам Facebook. Вот. Смотрите, у меня здесь есть личная страница. Личная страница Григорий Шилов. Вот так вот она выглядит. Здесь у есть аватарка, мое имя и вот мои, например, друзья. Вот. И смотрите, когда вы создаете рекламу, вам прежде всего нужно, вам нужно, чтобы вы вели себя как человек. Если вы еще не создали рекламный аккаунт, точнее, личную страницу Facebook, то вам нужно будет ее создать и начать прогревать. Как мы прогреваем? Мы добавляем наших друзей, потихоньку добавляем друзей, чтобы мы видели себя как человек реальный, если мы еще не зарегистрировались, чтобы Facebook увидел, что мы реальный человек. Потому что часто Facebook просто не любит, когда человек быстро создает страницу и сразу же запускает рекламу. Часто вы можете увидеть, что вот такие страницы улетают в блог, потому что Facebook тщательно следит за тем, чтобы реклама была чистой, а не чистую рекламу, можно так сказать, ее называют черной. Она часто настраивается с аккаунтов одноднева, которые быстро создают. Поэтому, чтобы вести рекламу, вам хотя бы нужно несколько дней, чтобы отлежался, так сказать, аккаунт. Вам нужно добавлять друзей, вам нужно добавляться в какие-то группы, лайкать их посты и совершать какие-то целевые действия для Facebook. Например, подписки, лайки, комментарии, просмотры контента, общение с друзьями. То есть, вы должны себя вести как обычный человек. Вот. И смотрите, здесь что мы должны? Мы должны нажать на страницу и создать рекламную страницу. Выбрать или компания, или бренд, или сообщество, или публичная личность. Я обычно выбираю сообщество, или публичная личность, и нажимаю нажать. Я ввожу название страницы. Например, Григорий, ну, давайте TargetShark назовем ее. И выбираю категорию. Точнее всего, я просто выбираю категорию, не компания, чтобы особо не волноваться о том, что выбрать. Вот. Не компания. Вот. Также там есть довольно много различных категорий. Вы можете выбрать там финансы, недвижимость, спорт, музыка, искусство, что угодно. Все, что описывает вашу страницу, от которой вы будете вести рекламную деятельность. Вот. Дальше вы выбираете адрес, адрес, и выбираете город. Город, ну, вашего расположения. Например, я выберу свой город, и выберу вот, ввел я по автозаполненный адрес свой, и ввел, например, вот, ввел индекс и номер телефона. Дальше я нажимаю продолжить, и там нужно нам будет просто добавить аватарку нашей страницы, добавить обложку и написать несколько хотя бы рекламных просто постов для того, чтобы Facebook увидел, опять же, что это за страница реальная, от нее ведется какой-то контент, и ее можно спокойно пропускать на рекламу. Вот. И смотрите, следующее, что нам нужно, это создать рекламу. Когда мы нажимаем сюда, у меня уже создан, мы, бизнес-менеджер, мы попадаем в бизнес-менеджер, и нам нужно будет создать свой личный бизнес-менеджер. Там все, опять же, довольно просто. Мы просто создаем его как рекламную компанию. Ой, точнее, как личную страницу, все то же самое. Вот. И когда мы создаем наш бизнес-менеджер, мы попадаем вот в такую вкладку настройки компании. Это и есть, по сути, управление нашим бизнес-менеджером. Мы можем взять и добавить каких-либо людей в нашу рекламную компанию. Например, вот, давайте добавим меня. Желточка Григорий. Майл.ру. Вот. И я могу дать себе доступ как сотрудника, так и администратора. У сотрудника довольно ограниченный круг возможностей, а у администратора, это, по сути, безграничные возможности. Я могу также добавлять других людей. Я могу управлять страницами, рекламными аккаунтами, пикселями, Instagram аккаунтами. В общем, все, чем я захочу. Вот. Я даю доступ администратора. Захожу далее. И выбираю, на что именно дать мне доступ. Я выбираю страницу «EcoStyle Life», например, и могу выбрать стандартный доступ. Например, публикация контента, модерация сообщений и комментариев, создание рекламы, просмотры результативности страницы, там, просмотры статистики доходов, все, что угодно, все, что нам подходит. Например, если нам нужно, чтобы просто был рекламный аналитик именно по финансовой аналитике, то мы просто даем ему просмотр доходов. Если мы можем, чтобы человек смотрел результативность, если ему это интересно, например, это потенциальным клиентам интересно, то мы можем просто дать просмотр результативности страницы. Создание рекламы мы даем для наших таргетологов, например, если у нас есть какие-то еще таргетологи, которые вместе с нами работают. Модерация сообщений и комментариев, это когда у нас есть Instagram аккаунт, и мы можем, ну вот опять же, есть личная, не личная страница, а бизнес-страница Facebook, чтобы люди могли отвечать нашим потенциальным клиентам, и также публикация контента, это чтобы, ну, человек мог публиковать контент от имени страницы. Вот. И также есть доступ администратора, который позволяет все вот эти пульты включить, и по сути у человека неограниченный доступ. Вот. То есть он может все что угодно делать данной рекламной кампании. Вот. Дальше что у нас есть? у нас есть рекламные аккаунты. Рекламные аккаунты, где мы, ну вот, я даю доступ опять же к этому рекламному аккаунту, и человек может управлять компаниями. управлять компаниями, может, может также он просматривать результативность, может просматривать, управлять рекламными макетами, и также там управлять рекламным аккаунтом. Вот. То есть у этого человека довольно-таки много опять же возможностей. Если мы ему даем доступ администратора, он может все что угодно делать. И пополнять счет, и добавлять других людей, и также он может просто, ну, наставить рекламу спокойно. Вот. Я даю доступ этому администратору, и также я могу дать доступ к пикселю. Пиксель это, вот сейчас покажу, это по сути вот такой вот сайт. Пиксель это код на сайт, который мы предоставляем, например, в Тилле. Мы даем, мы устанавливаем данный пиксель на сайт, и потом он начинает собирать информацию о людях, которые посещают наш сайт с рекламы. Вот. И на основе этого он начинает анализировать, кто лучше всего переходит, кто совершает целевые действия, например, принимает участие. Вот если человек сделал такую заявку, которую я отправил, то это читается как конверсия. Я говорил, это событие такое, вот. И если человек совершает нужное нам действие, то попадает в пиксель как лид. То есть у нас есть контактная информация этого человека, и мы на основе этого уже начинаем искать более целевых людей, то есть людей, которые с наибольшей вероятностью совершат нужное для нас целевое действие. Вот. Пиксель встраивается на сайт, и начинает, по сути, это такая вот, это такой вот база данных, которая собирает данные о людях, которые посещают наш сайт. Вот. И мы выбираем управление пикселем и приглашаем человека. Я сейчас себя приглашать не буду. Вот. И мы можем увидеть, что вот здесь вот есть люди. Это те, кто может как-то взаимодействовать с рекламой в нашей компании. Вот этот вот владелец. А я являюсь администратором, который настраивает рекламу и может давать доступ другим людям, например, своим помощникам. Я могу добавить для себя объекты. Вот есть назначенные ресурсы, например, страницы или рекламные аккаунты. Вот здесь у меня одна страница и один рекламный аккаунт. И я также могу добавить какие-то дополнительные объекты для себя. Партнеры. Помните, я говорил то, что вот у нас есть бизнес-менеджер. У нас есть партнеры. Это такие же бизнес-менеджеры, чтобы мы могли обмениваться рекламой между нашими вот бизнес-менеджерами, менеджерами, например, аудиториями, пикселями, какими-то данными, статистикой. Вот. Ну, нам когда нужно чем-то обменяться, что-то передать другому человеку, другому бизнес-менеджеру, или же это могут быть два наших бизнес-менеджера, чтобы мы могли спокойно, если что, перекидываться полезной информацией. То в таком случае мы просто добавляем так же, как человека, просто вводим ID нашего партнера. Сейчас я покажу, где нужно находить ID. И добавляемся вот к этому партнеру. Вот. И этот партнер может управлять рекламой от имени, ну, создавать рекламу от страницы EcoStyle Live. Следующая это страницы. Страницы, как я говорил, это, это такие модули, от которых мы ведем рекламу, от которых мы публикуем рекламу. Опять же, у страницы есть ID. Мы можем посмотреть эту страницу, убрать, добавить людей, как я говорил, и опять же назначить партнеров, чтобы другие бизнес-менеджеры могли, например, настраивать рекламу от лица этой страницы. Вот. И так же мы можем добавлять страницу. Это, например, если у нас есть какой-то партнер, запросить доступ к странице, если у нас есть, ну, мы хотим получить доступ от другого бизнес-менеджера. Или же, опять же, создать страницу, как вот мы создавали это в самом начале. Вот. Еще есть рекламные аккаунты. Рекламные аккаунты, как я говорил, это место, где мы создаем рекламу. Мы туда, опять же, добавляем людей. Вы можете вот здесь посмотреть. Мы добавляем людей, которые могут настраивать рекламу в данном аккаунте. И внутри рекламного аккаунта мы ведем наши компании. Компании, которые, ну, потом мы можем отслеживать статистику по данным рекламным компаниям и спокойно анализировать, что работает, а что не работает. Ну, что довольно удобно. Также у нас есть аккаунт Instagram. Мы можем сразу же привязать аккаунт Instagram к нашей компании, чтобы все это было внутри. Аккаунт WhatsApp. Другие вкладки, я думаю, для вас на данный момент не совсем полезны. Вот. И также я могу зайти в информацию. У нас есть источники данных, где есть пиксели. Помните, я говорил вот пять минут назад о пикселях. Пиксели мы можем открыть в Events Manager. Как я говорил, это встроенный код на сайт, который отслеживает посещение нашего сайта у людей. Сейчас загрузится. Вот. И этот код мы устанавливаем на наш сайт. И потом он помогает нам вести более целевых людей на данную посадочную страницу. Сейчас загрузится. Вот. Это пиксель нашего аккаунта Туркухня. И смотрите, здесь есть PageU. То есть человек зашел на сайт и посмотрел его содержимое хотя бы чуть-чуть. И Lead. Lead, это значит, человек взял и заполнив форму, оставил свои контактные данные. Как я говорил, Lead, это оставление своих контактных данных. Мы можем посмотреть конверсию сайта. Например, соотношение PageView к лидам. И посмотреть, ну, какое процентное соотношение между лидами и PageView. Вот. И здесь мы можем отслеживать вот это количество лидов. Мы можем посмотреть, к какому сайту приключен данный пиксель. И также мы можем протестировать какие-то события на нашем сайте. Сейчас это не буду делать, потому что считаю, что на данный момент это не совсем актуально для вас. Также есть диагностика. Диагностика. Если у нас есть какие-то проблемы, вот здесь написано то, что отправка данных с нового домена. Есть истории изменений. Если, например, мы даем доступ кому-то в автоматический расширенный пояс совпадений, включаем или что-то такое делаем. Также, если мы, вот, мы можем зайти в настройки. Посмотреть ID пикселя, чтобы мы могли обмениваться, например, информацией или вставлять этот ID в тильду. Для того, чтобы отслеживать в тильде, это делается довольно удобно. Можем посмотреть автора пикселя. Можем посмотреть владельца. Например, это туркукня, вот наш бизнес-менеджер. Можем посмотреть, какие аккаунты владеют данным пикселем. Какие рекламные аккаунты могут настраивать рекламу и использовать данный пиксель у себя внутри при настройке рекламы. Вот. И также можем решить пояс совпадений, чтобы находить больше целевых людей. Мы можем также сделать настройку событий. Настройка событий это, опять же, ручная настройка событий, например, на какую-то кнопку. Если бы у нас здесь было несколько кнопок, то мы могли бы это делать вручную. А так это Facebook делает автоматически. Вот. IP-conversion это отправление конверсии с сайта. И вот другие вот есть данные. Вот. Это, в целом, events-менеджер. Здесь мы можем настроить специально настроенные конверсии и также использовать какие-то партнерские интеграции. И также подключать дополнительные источники данных. Вот. И что еще нам нужно в этой вкладке, это информация о компании. Вот здесь вот есть информация о компании. Здесь мы можем посмотреть ID нашего бизнес-менеджера. Как я говорил, для того, чтобы потом назначить, например, доступ к этому бизнес-менеджеру. Также мы можем посмотреть лимит создаваемых аккаунтов. У нас уже их можно создать три. То есть мы можем с нескольких рекламных аккаунтов вести рекламу. И если блокируется один рекламный аккаунт, то мы можем вести со второго и третьего рекламного аккаунта. Мы можем посмотреть информацию меня как рекламодателя в данной компании. И вот еще какую-то встороннюю информацию. Вот. И давайте перейдем в ADS-менеджер. ADS-менеджер – это место, где мы настраиваем нашу рекламу. А давайте вот так сразу зайдем, чтобы было видно, чтобы ничего не грузилось. А то Facebook просто сильно ест данные. Вот. И смотрите. Это так выглядит ADS-менеджер. Здесь мы можем выбирать рекламные аккаунты, где мы хотим посмотреть рекламную статистику. Здесь мы можем посмотреть период, по какое число мы хотим посмотреть статистику. Вот. Здесь как раз таки и находится эта статистика. Название компании. Результаты. Там стратегия ставок, статус показа, бюджет. Со всем этим можно спокойно разобраться. Результаты – это вот потенциальные лиды сайта. Это сколько людей за сегодня зарегистрировалось с моей рекламы на данном сайте. Сколько у нас было охватов. Сколько охватили мы людей. Сколько показов сделали. Всегда, если что, показов больше, чем охватов. Потому что охват – это количество людей. А показы – это количество показов. И что логично. Вот. И мы можем показывать рекламу ведь не только один раз. Мы можем показывать человеку второй раз, если увидели, что он заинтересовался. Вот. Поэтому показов всегда больше, чем охватов. Вот. И смотрите, чтобы у вас соотношение охватов к показам было не больше, чем два с половиной. Потому что если у вас будет повышаться соотношение именно охватов к показам, то получится так, что реклама будет перегорать. Потому что вы будете показывать вашу рекламную кампанию, вашу рекламу, ваше объявление одному и тому же человеку слишком много раз. Вот. Есть цена за результат. Это сколько стоит лид. Например, вот здесь стоит 87 рублей. Сумма затрат. Это сколько потратили денег сегодня в данной рекламной кампании. Сколько у нас было кликов по ссылке. Сколько у нас было покупок на сайте. И сколько у нас было покупок в Facebook, если мы прикрутили отслеживание покупок на сайте. Вот. Есть еще группы объявлений. Мы сейчас все это настроим. Мы можем посмотреть статистику по вот этим вот группам объявлений. Также мы можем посмотреть объявления. Это уже реклама вот этих. То, что показывается внутри, например, в сторисах. Мы можем посмотреть, как это будет выглядеть на предпросмотре. Сейчас загрузится. Вот так выглядит обычно реклама. Это реклама в сторис, как я показывал. Это реклама в ленте. Здесь вот есть текст. И я могу сразу же в одной группе объявлений, в одном отцете показывать сразу же несколько объявлений. Вот. И давайте создадим нашу первую рекламную кампанию. Мы нажимаем на кнопку создать. И у нас здесь высвечивается меню с целями. И давайте... Вот здесь у нас один из целей есть. И мы можем разделить их на три блока. Это узнаваемость, рассмотрение и конверсия. Первая цель это узнаваемость бренда. В данной цели мы просто... Ну, например, у нас есть большой какой-то бренд. Например, Coca-Cola. Может быть, это еще компания Toyota, BMW, Audi, Mercedes. И мы хотим просто, чтобы люди узнавали нас, чтобы люди не забывали о нашем бренде. Это, по сути, как реклама по телевизору. Просто, чтобы как можно большее количество людей увидело рекламу нашего бренда. Вот. Следующая цель охват. Это цель, которая... Когда нам нужно охватить максимально большое количество людей по максимально низкой стоимости. Когда это делается, это когда, например, у меня есть посетители сайта. Предположим, это 20 тысяч человек. Из них зарегистрировалось, предположим, 5 тысяч человек. И я могу на тех людей, кто не зарегистрировался, просто пустить рекламу, чтобы... И потратить при этом максимально низкое количество денег, чтобы не тратить на другие цели. Вот. Ну, не тратить много денег на другие цели. Мы просто охватываем этих людей, показываем один раз нашу рекламу и все. Все. По сути, вот... Нам нужно просто показать один раз, чтобы человек о нас, помню, перешел на нашу рекламную кампанию, на наш сайт и, возможно, зарегистрировался. Вот. Охват помогает нам за минимальную стоимость просто показать рекламу максимальному количеству людей. Скорее всего, это будет просто один раз она покажется. Вы можете регулировать, сколько раз она будет показываться этому человеку. И если это один раз, то есть реклама показалась, я думаю, один раз человеку, все. Больше она ему показываться просто не будет. Следующая категория – это рассмотрение. И первая цель в этой категории – это цель трафик. Самая популярная цель. Эта цель используется, когда нам нужно просто привести клики, там, переходы на нашу посадочную страницу. Например, на Instagram или же на какой-то сайт. Вот. Чаще всего тарритологи используют эту цель. Но качественные тарритологи, которые на высшем уровне, можно так сказать, работают, они все-таки используют цель конверсия, о которой мы поговорим вот после данного блока. Вот. Цель трафик. В цели трафик мы ведем просто клики на нашу посадочную страницу. Следующая цель – это вовлеченность. Это когда у нас есть какая-то публикация. Например, в Instagram публикация какой-то пост. И мы хотим просто, чтобы люди реагировали на наш пост. Предположим, делали комментарии, лайкали, репосты. Как-то взаимодействовали, короче, с нашим постом. Мы можем просто нажать кнопку «Продвигать» через Instagram, через само приложение. Или же мы можем это сделать через Facebook, вот с помощью бизнес-менеджера. Вот. У нас есть два пути. Или настроить через Instagram с помощью кнопки «Продвигать» или же с помощью Facebook уже бизнес-менеджера. И также мы можем продвигать как через Instagram, через приложение Stories. Также мы можем продвигать и Stories в нашей рекламной кампании уже внутри бизнес-менеджера. Следующая цель – это установки приложения. Предположим, когда у нас есть какое-то приложение, и мы хотим, чтобы люди, которые с наибольшей вероятностью установили приложение, реагировали на нашу рекламу. И вообще, каждая из этих цель работает с определенным кругом людей. Здесь, например, люди, которые на трафик – это люди, которые с наибольшей вероятностью совершат нужное нам действие, а именно кликнут по ссылке и перейдут на посадочную страницу. Здесь те люди, кто с наибольшей вероятностью совершит какое-то действие именно с публикацией или со Stories. Здесь люди, которые с наибольшей вероятностью установят наше приложение. И все так же идет по другим целям. Здесь наша цель установки приложения нужна, когда мы хотим, чтобы человек зарегистрировался, установил наше приложение, и реклама показывается именно на тех людей, кто с наибольшей вероятностью совершит нужное действие, а именно установит приложение. Следующая цель – это просмотры видео. Мы эту цель используем тогда, когда нам нужно, чтобы люди просмотрели какое-то видео. Это обычно делается, когда у нас есть определенная целевая… Мы не знаем, кто наша целевая аудитория точная. Мы настраиваем рекламу на просмотре видео. И смотрите, какая там фишка есть. Мы можем увидеть, какая категория людей посмотрела, например, больше 50% видео, больше 75% видео. И собрать с этой аудитории пользовательскую аудиторию. Мы о них поговорим, о пользовательских аудиториях. И настроить рекламу на тех людей, кто с наибольшей вероятностью именно заинтересуется данной нишей, данным рекламным объявлением. Довольно полезная цель. Следующая цель – это генерация лидов. Это когда нам нужны лиды. Это просто, чтобы человек оставил свою контактную информацию. Эта цель используется внутри Фейсбука. Думаю, вы видели это, когда, например, рекламу агентств по недвижимости или же вы видели рекламу фитнес-клубов. Там чаще всего используется именно генерация лидов. То есть, там просто человек нажимает, кликает по ссылке. И он никуда не приходит. Он просто остается внутри рекламы. Он остается внутри рекламы. И там есть такая мини-посадочная страница. Это называется лид-форма. Человек заполняет контактные данные. Вводит свое имя, например. Ознакомляется с какими-то там данными. И просто составляет свои данные. Нажимает отправить и отправляет свои данные. Все, теперь эти данные есть у человека. Следующая цель – это сообщение. Цель сообщения, по-моему, перестает использоваться в странах Европы. И скоро, возможно, перестанет использоваться во всем мире. Данная цель нужна для того, чтобы, например, человек посмотрел на рекламу и сразу же перешел в Директ, Инстаграме и уже Фейсбук, Мессенджер или Ватсап. Цель нужна для того, чтобы человека сразу же перекинуло на сообщения куда-то, в какой-то из мессенджеров или же в соцсеть. Следующая категория – конверсия. Вот это уже высший пилотаж работает с целью конверсии. Как я говорил, конверсия – это когда у нас есть какое-то событие, например, это лид вот здесь вот. И реклама оптимизируется по тех людей, кто с наибольшей вероятностью совершает именно вот это действие, а именно оставляет заявку на данный, например, марафон. Вот, или же там нужен нам человек, который с наибольшей вероятностью купит какой-то набор, например, курс по тригету. Конечно, в лоб продавать курсы по тригету лучше не надо, но вот, как пример, вот чек-лист за 490 рублей мы можем попасть на ту аудиторию, которая с наибольшей вероятностью купит данный чек-лист. Вот. Есть еще цель продажи по каталогу – это когда мы… у нас есть каталог какой-то, у нас есть магазин, мы загружаем данный каталог в ADS, в бизнес-менеджер, мы его загружаем, и теперь мы можем показывать рекламу на те категории товаров, которые находятся в нашем каталоге. Вот. Следующая цель – это посещаемость точек. Предположим, у вас есть ресторан на Рыбате, и вы хотите настроить рекламу именно вот на тех людей, кто ходит вокруг этого ресторана, может быть, посещает соседние заведения, как-то вот живет, может быть, работает. То есть на тех людей, кто находится в каком-то радиусе, предположим, это 5 километров, человек находится в этом радиусе, как-то там что-то посещает, и согласитесь, эти люди, те, кто находятся рядом с вашим рестораном, с рестораном, они с наибольшей вероятностью посетят именно ваш ресторан, а не те люди, которые там живут на другом конце города. Вот. Выберем цель – конверсия, и перейдем дальше. Вот. Мы видим, что наша реклама в черновике, потому что мы еще не успели ничего создать. Мы вводим название нашей компании, я по правилам это вот хорошего тона, так сказать, ввожу это с большой буквы, конв, лид, лид – это, конверсия – это цель, лид – это событие, и, например, вот люди, которые там, да, travel, там, 35, 35 грузов. Вот. Есть особая категория рекламы. Это реклама, которая связана как-то с общественной деятельностью, с выборами, с какой-то политикой. Думаю, вы это настраивать не будете, потому что, ну, зачем нам это надо на данный момент. Вот. Здесь мы видим цель конверсии, конверсию уже поставили, и, смотрите, есть здесь такая вкладка – AB-тестирование. Что такое AB-тестирование? Это когда у вас, например, есть два сайта, и вы хотите протестировать, какой из них лучше всего работает. Вы берете одну аудиторию, например, а эта аудитория на один миллион, и просто делите ее пополам. Вы делите ее пополам, и пускаете часть трафика на сайт, который, например, розовый, часть трафика на сайт, который синий. И Facebook начинает определять вообще, какой сайт лучше всего работает, и потом ставит такой вердикт в процентном соотношении. Это не на 100%, он всегда уверен, но чем больше бюджет у вас, и чем больше вы даете времени на то, чтобы Facebook протестировал вот эти посадочные страницы, тем более точно будет тест. Вот. Если у вас есть несколько креативов, вы можете также их протестировать через AB-тестирование. Вот. Оптимизация бюджета компании. Что такое оптимизация бюджета компании? Это когда у вас, например, есть тысяча рублей в день на рекламную кампанию, и есть несколько аудиторий, и вы не можете понять, на какую аудиторию какой бюджет поставить. Предположим, у вас есть аудитория мужчины 25-34, женщины 25-34, и, например, подростки 16-24. Вот. И вы хотите понять, какая из этих аудиторий лучше работает, вы просто берете. Это можно сделать вручную, и также это можно сделать автоматически с помощью оптимизации бюджета компании. Это называется СБО, Campaign Bidding Optimization. Вот. Вот. И в данном случае вам просто Facebook сам определит, на какую группу объявлений пускать трафик, где, например, потратить 800 рублей, где потратить 200 рублей, а где потратить, предположим, всего, там, 20 рублей в день. Вот. Facebook помогает нам правильно распоряжаться бюджетом. Но я все-таки использую чаще всего ABO, это Adset Bidding Optimization, это когда на уровне групп объявлений, а именно на группе аудиторий, это мы все делаем вручную. Вот. Здесь я также ввожу объявления, как я хочу назвать группу объявлений. Предположим, это будет РУС, то есть Россия, Travelman 35+. Вот. Это о чем говорит? О том, что я настраиваю компанию на Россию. Интерес у них Travel, мужской пол, 35+. Вот. Я могу выбрать, куда я хочу поставить конверсию, на сайт, приложение, мессенджер, WhatsApp, но обычно я использую сайт. Здесь, как я говорил, вот у нас есть пиксель. Мы настраиваем рекламу по пикселю, чтобы собирать данные о людях, которые взаимодействуют с нашей рекламой. Ставлю активные события Lead, потому что у нас уже срабатывало это событие Lead. И веду людей вот именно на эту кнопку, чтобы люди оставляли свою контактную информацию. Вот. И регистрировались на наш марафон. Дальше есть динамические креативы. Это креативы, которые подстраиваются под каждую категорию людей. И если вот, предположим, у нас есть 10 креативов, и каждая категория людей может реагировать на свой креатив. Креатив по-разному. Например, мужчинам от 25 до 30 нравится один креатив, а мужчинам, например, от 31 до 45 нравится уже другой креатив. И Facebook сам определяет, кому лучше всего показывать какой креатив, и помогает нам в данном случае показать рекламу тем людям, кто наибольшей вероятностью заинтересуется именно данным креативом. Ну, креатив — это рекламное объявление, которое вот вы видите в рекламе. Предложение. Это, если у вас есть какие-то промокоды, вы можете просто создать предложение, чтобы человек скопировал вот этот вот промокод, и потом использовал, возможно, у вас где-нибудь на сайте там, или же написал там в директ, ну, по сути, для того, чтобы у него осталось ваше предложение. Вот. И есть бюджеты. Есть дневной бюджет. Вы можете бюджет на целый день, как бы поставить на целый день. Здесь мы можем менять, сколько там, например, 500 рублей в день хотим, чтобы был у нас бюджет. Вот. И также мы можем поставить бюджет на весь трог действия. Это значит о том, что, например, у нас есть неделя. Мы поставили бюджет на неделю, и за неделю потратится 7000 рублей. Ну, вот. Предположим, это так. Вот. Но я чаще всего использую дневной бюджет. Вот. И если мы используем дневной бюджет, мы можем также поставить дату запуска. Мы можем, например, настроить рекламу утром, а запустить ее, предположим, к ночи. Вот. И также мы можем поставить дату окончания, когда мы хотим, чтобы наша реклама выключилась. Вот. И также есть дополнительные параметры. Есть планирование графика рекламы. Предположим, мы хотим, чтобы наша реклама показывалась только в понедельник, в среду, в пятницу. С девяти до пяти. Вот. Если у нас стоит не дневной бюджет, а бюджет на весь срок действия, то мы можем планировать рекламу именно вот по каким-то дням, по какому-то времени. Вот. Следующая вкладка – это вкладка «Аудитории». Здесь у нас есть пользовательская аудитория. Что такое пользовательская аудитория? Это аудитория, которую мы можем собрать, например, с Инстаграма. Есть люди, которые взаимодействуют с вашим Инстаграмом. Да? Лайкают посты, какие-то действия совершают. Мы можем собрать этих людей и настроить на них рекламу. Например, если у нас вдруг мы запускаем какой-то онлайн-марафон. Предположим, там онлайн-марафон. Там топ-5 способов, как заработать на ориентированной рекламе. Вот. И я запускаю на свою аудиторию. И также мы можем сделать пользовательскую аудиторию из людей, которые, предположим, поставят нам директ. Или же люди, которые нажали кнопку «Принять участие» и зарегистрировались. Вот. Мы также можем оставить рекламу и на вот этих вот людей. Просто занести их в пользовательскую аудиторию. И на основе пользовательской аудитории мы можем сделать похожую аудиторию. Предположим, вот у нас есть, мы собрали 10 путешественников. У них примерно одинаковые интересы и там плюс-минус похожий возраст. Facebook, по сути, из них берет среднего человека. Человека, который вот включает все интересы. И интересы, которые вот наиболее часто попадающиеся. По сути, создает такого идеального клиента. И ищет других людей, которые с такими же интересами, с такими же повадками, с такими же поведением. И просто собирают эту аудиторию. Вот. Мы здесь можем выбрать вот эту аудиторию. Вот это вот с веб-сайта. Люди, которые совершили это действие, приняли участие. Вот. И есть вот похожая аудитория. И смотрите, эти похожие аудитории есть по процентам. Там от 0 до 1, от 1 до 2, от 2 до 3, от 3 до 5. И это может доходить до 10%. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот здесь люди наиболее похожи к вот этой вот категории людей. А там от 5 до 7, это люди уже, которые менее похожи на вот данную категорию людей. Вот. И также мы можем включать людей и исключать людей. Вот. Можем включить людей. Предположим, мы хотим настроить рекламу на тех людей, кто еще не зарегистрировался. Согласитесь, зачем показывать рекламу на тех людей, кто уже совершил нужное для нас действие. Мы просто будем тратить деньги зря. Вот. И следующее что? Местоположение. Я чаще всего беру то, что люди, живущие здесь. Вот. Это люди, которые именно живут здесь. Это более целевая аудитория. Также я могу выбрать страну. Предположим, эта страна будет Россия. Секундочку. Вот. Это может быть страна Россия. Вот так вот. И также я могу вот добавить все, что угодно. Могу добавить другую страну. Могу добавить всю Европу, весь мир. И также я могу вот сделать просмотр, посмотреть какие-то регионы, какие-то сохраненные точки, если их сохранял, страны, которые вот по континентам, все что угодно. И также я могу исключить. Исключить какую-то категорию людей из, вот, исключить людей из, вот, моей рекламы. Например, я хочу исключить людей, которые живут в Москве. И я могу выбрать город, могу штат или регион. Например, вот, давайте я выберу Москву как регион. Вот, все. Я исключил Москву. Также я могу исключать какую-то точку. Вот, например, ставлю на Егорьевск. Игорьевск. Вот. И также я могу вот выбрать радиус, на который я хочу, вот, чтобы люди из вот этого радиуса не взаимодействовали с моей рекламой. Вот. Любой вот радиус, который я захочу. Ну, предположим, это будет один километр. Также я могу исключать людей по, ну, вот, континентам. И могу исключать людей по улицам. Например, обводный канал, который находится в Архангельске. Вот. Проспект, обводный канал, город Архангельск. Все. Я, например, буду исключать людей, которые, вот, находятся в радиусе одного, там, километра от, ну, там, двух, предположим, километров от обводного канала в городе Архангельск. Вот. Ну, согласитесь, когда-то это может пригодиться. Вот. Особенно, когда, вот, вы можете, у вас есть какой-то ресторан, предположим, в Архангельске, и вы хотите, вот, просто, чтобы у вас реклама показывалась именно, вот, в данном округе. Вы просто ставите «включить» и включаете, вот, данную категорию людей. Вот. Здесь мы можем посмотреть, сколько потенциальный охват, только, получается, сколько людей потенциально могут увидеть нашу рекламу. Да, эти цифры чуть завышены. Почему? Потому что кто-то уже не сидит в ресторанах, не пользуется им, кому-то просто не покажется реклама, потому что он не ваша целевая аудитория, а алгоритм в Фейсбуке настроен на то, чтобы показывать рекламу, которая будет актуальна для человека. Ну, предположим, если я интересуюсь машинами, то реклама со цветочками и с чем-то женским, например, с косметикой, даже если на меня захотят настроить именно на мужчин, то реклама мне не будет показываться, потому что я не интересуюсь, предположим, вот этой косметикой. Вот. Также есть приблизительные результаты за день, но чаще всего они, ну, некорректно отображаются, ну, почему-то они, вот, работают некорректно. Я не советую на них смотреть. Также вы можете добавить возраст. Возраст делится по вот таким категориям от 13, ну, это есть такие разбивки по статистике. От 13 до 17, от 18 до 24, от 25 до 34, от 35 до 44, от 45 до 54 и от 55 до 64. Ну, и также там от 65 плюс, вот, есть реклама. Вот. Ну, вот, предположим, я хочу настроить на людей, которые, как я написал, в России, travel 35 плюс и мужчины, например. Здесь можно выбирать пол, я хочу настроить на мужчин. Все. Я настроил рекламу на мужчин и, видите, здесь значительно снизился охват. Здесь мы можем смотреть примерно, какая будет у нас аудитория по размерам. Также я могу поставить детальный таргетинг. Это, детальный таргетинг – это интересы. Предположим, я хочу людей, которые интересуются малым и средним бизнесом. В основном, хоть я и написал travel, давайте здесь лучше напишу, там, бизнес, чтобы не путаться, если что. Предположим, busy. Вот. И, смотрите, я здесь могу поставить интерес. Предположим, интерес – малый бизнес. Малый и средний бизнес – малый бизнес. Особо они не отличаются, но смотрим, что по размерам. Малый и средний бизнес – значительно в два раза меньше, чем малый бизнес. Вот. Но, скажу так, интересы в Facebook часто работают не совсем корректно, поэтому я все-таки советую делать креативы, которые будут привлекать нужную для вас целевую аудиторию, и не привлекать людей, которые не целевые. Вот. Это можно просто делать с помощью текста и объявления, вот, ну, объявления именно… Объявления делать целевые еще по виду, чтобы были ассоциации какие-то. Вот. И, смотрите, здесь сразу же появляются рекомендации. Я могу выбрать любые рекомендации, какие я захочу. Могу даже выбрать поведение, поведение, например, владельца малых предприятий. И, смотрите, важно различать. Есть интерес – малый бизнес, а есть поведение – владельца малых предприятий. Малым бизнесом могут интересоваться люди, которые бизнесом этим не владеют. Но при этом… Ну, это могут быть и предприниматели, и люди, которые не владеют бизнесом. А есть поведение – владельца малых предприятий. Это те люди, которые точно уже Facebook подтвердил, что они владеют бизнесом, и вы можете настраивать рекламу именно на целевую группу владельцев бизнеса. Но скажу так, что часто, ну, большая часть все-таки предпринимателей туда не входит, потому что Facebook же не может определить, кто именно предприниматель, а кто нет. Вот. Там, ну, большая часть все-таки предпринимателей вот этого категории людей поведения не охватывает. Ну, давайте посмотрим по размеру. Размер всего лишь 23 тысячи человек именно вот в данной категории. Ну, согласитесь, это мало. Вот. Даже если мы добавим еще вот должностей, есть еще должности. Facebook также может определять должности. Но, ну, должности в России нет совсем хорошо работают, потому что Facebook не так много людей пользуются, а в Instagram мало кто указывает свои должности. Ни разу такого не видел. Вот. А в Европе, наоборот, это все уже очень хорошо работает, там есть интересы, и вы можете настраивать по интересам и по должностям, и по демографическим интересам, и, ну, вот, множество есть вариаций, как вообще настроить рекламу. Вот. И, предположим, вот я выберу предпринимательство, и я не советую микрсовать вот интересы и поведение. Вы либо настраиваете на поведение, либо вы настраиваете на какой-либо интерес. Вот. Давайте я выберу поведение. Вот. Предпринимательство. Предпринимательством интересуются 1 миллион 200 тысяч человек именно вот в этой данной категории от 35 до 65. Вот. Здесь я также могу просматривать демографические интересы, образование, события жизни, например, в новых отношениях, в отношениях на расстоянии, даже вдалеке от семьи. Понятно, далеко не все люди, которые в отношениях на расстоянии, будут сюда попадать, но все-таки кто-то это будет. Будет годовщины, годовщина в течение 30 дней, годовщина в течение, там, 60 дней, день рождения через какое-то время, друзья друзей, у которых день рождения через месяц, друзья мужчин, у которых день рождения через ближайшие, там, 7 дней. Представьте, какие возможности у нас есть. Недавно переехали, недавно помолвлены, новая работа, новобрачные вообще родители, родители, там, детей в возрасте, т-т-т-т-т-т-т-т-т. Представьте, какие у нас возможности для того, чтобы настроить рекламу, например, вот могу, родители со взрослыми детьми. Понятно, далеко не все люди сюда, опять же, попадают, но все-таки кто-то попадает, и это реально будут целевые люди. Вот. Можем семейное положение даже поставить, отношения в разводе, можем поставить работу, какие у работодателей есть, вот, там, написать, не знаю, никель, там, норийский никель, вот. Представьте, ну, какие у нас есть возможности. Вот. Также я могу настроить, например, на владельца айфона. И, опять же, видите, здесь есть интерес айфон, а есть поведение владельца айфона. Опять же, здесь нету сейчас новых айфонов, которые там уже 11 и 12, вот, XS, XS, Mars, XR, вот, все вот старые модели здесь есть. То есть, даже Galaxy S, Galaxy S9+, вот, ну, дофиг, просто очень много у нас возможностей для того, чтобы настраивать именно таргет. Вот. И, смотрите, есть еще какие-то рекомендации, которые мы можем следовать. Вот. Ну, давайте я все-таки веду там малый и средний бизнес. Ну, вот, малый бизнес. Это будет, вот, сколько, 920 человек. 920 тысяч человек. Я могу исключить людей. Предположим, я могу исключить тех людей, у кого... Ну, те, предположим, люди, которые... Например, могу исключить владельцев предприятий. Ну, вот, вдруг понадобится владельцы бизнеса. Исключаю. Аудитория, скорее всего, станет... Да. Сейчас владельцы малых предприятий. Вот, малых предприятий. Я беру их, исключаю. И все. Теперь, типа, могу настраивать рекламу. Вот. Ну, я думаю, никто не будет так делать. Вы можете просто исключать, и включать людей, и что угодно делать. Также вы можете сужать аудиторию. Например, мне нужны люди, которые интересуются и малым бизнесом, и, предположим, они интересуются еще самозанятостью. Вот, самозанятость. Вот. Понятно, аудитория сузится. Это всего 140 тысяч человек, которые интересуются и малым бизнесом, и самозанятостью. Это, по сути, вот такое пересечение людей по их интересам. Но, опять же, эти интересы могут работать некорректно. Я все-таки рекомендую делать просто целевые рекламные креативы. И именно настраиваться на то, что креатив приведет нужную для вас людей. Вот. И также есть цель охватывать людей за пределами критерий ретального таргетинга. О чем это говорит? Это говорит о том, что, вот, предположим, есть люди, которые интересуются малым бизнесом, но Facebook начинает понимать о том, что, вот, люди за пределами данных интересов также могут быть нашими целевыми клиентами, целевыми покупателями, ну, вот, людьми, которые совершат нужное целевое действие. Вот. Я нажимаю охватывать. И смотрите, как растет размер аудитории. Понятно, что эти люди будут именно в этом возрасте, именно этого пола. Это расширение именно критерий ретинга по интересам. И также мы можем выбрать языки. Предположим, я хочу настроить на людей, которые, там, находятся не в России, но при этом используют русский язык. Вот. Я могу настроить на русскоязычную аудиторию Facebook. И также могу выбрать места, где я хочу наставать рекламу. Как я говорил, я не советую использовать автоматические места размещения, я советую использовать выбор мест вручную. Я выбираю платформу. Предположим, я хочу сейчас настроить рекламу только на Инстаграм. И я хочу настроить именно на ленту. Не на ленту, а на сторис Инстаграма. Вот. Я беру. Убираю все лишнее. И у меня остается только история Инстаграма. Здесь есть история Facebook, история Messenger. Я могу включать и исключать их. А Инстрим, поиск, сообщения, и в статьях, приложения, сайты. Ну, вот. Я не советую использовать вот эти вот дополнительные параметры, потому что там, часто, не целевая аудитория. Вот. И опять же, видите, мы убрали плейсменты, и у нас количество людей, опять же, сократилось. Вот. Вот здесь оптимизации и показ рекламы, я думаю, нам не понадобится, потому что это уже такой лучший пилотаж. И мы переходим к следующему этапу. Это создание объявлений. Вот. Смотрите, здесь, опять же, я могу назвать объявления. Предположим, это Stories 1. Я могу создавать несколько объявлений, просто дублируя, вот, нажимая дублировать, когда она будет уже загружена. Вот. И могу выбирать страницу от лица, которую я хочу запустить в рекламу. Предположим, это туристическая кухня, страница. Вот. И также у меня есть привязанный аккаунт. Я сразу же введу от лица какого-то аккаунта. Я беру ссылку на эту страницу и ввожу URL сайта. Вот. Всё. URL сайта есть. Что мне осталось сделать? Мне осталось добавить медиафайл. Я могу добавить видео. Я могу добавить изображение. Ну, всё, что захочу. Вот. И получается, что я могу выбрать всё, что у меня загружено в Facebook. Я могу нажать кнопку «Загрузить». И загрузить нужные для меня рекламные креативы. Вот. И давайте я выберу вот... Ну, и чем отличается Stories от ленты? Я говорил, в ленте вот такой вот чуть-чуть квадратный формат. Например, это 1200 на 1500. А Stories с форматом 1080 на 1920. Вот. Всё. Я проверяю. Всё работает. Всё. У меня, по сути, реклама готова. Я нажимаю кнопку «Опубликовать» и моя реклама публикуется. Вот. У Facebook бывают лаги. У нас нет задолженности, но при этом Facebook говорит то, что они у нас есть. Хотя реклама спокойно ведётся. Вот. И смотрите, вот. Когда реклама запустится, здесь будет написана реклама на проверке. И когда она проверится, будет написано «Действующее». Вот. И я могу отслеживать статистику по дням. Предположим, я хочу посмотреть в среду, как реклама у меня велась. Вот. Довольно успешно реклама велась. Там 47 рублей за лид было. Потом я стал включать более платежеспособные аудитории. У меня стоимость за лид снизилась. Вот. И сегодня вот такая вот стоимость за лид у меня. И также я могу посмотреть стоимость за лид вообще вот в среднем за данный промежуток. Вот. Это получается 74 рубля. Я привёл 127 потенциальных клиентов, лидов с нашего сайта. Вот. И в целом вот так вот выглядит разбивка, статистика. Вот. Я могу переходить по группам объявлений, смотреть, какие группы объявлений лучше всего работают. Сейчас вот зайду в нужную для нас компанию. Посмотреть, какие объявления лучше всего работают. Видите, здесь пишут действующее. Это когда уже она обучилась в черновике. Обучение – это когда нужно собрать события оптимизации, чтобы данная группа объявлений оптимизировалась. Есть… Говорится то, что недостаточно результатов. То, что нам нужно повысить бюджет, чтобы собрать больше результатов. Вот. И мы можем посмотреть вот результаты по каждому вот… По каждой группе объявлений. И также мы можем посмотреть результаты по каждому вообще объявлению. Вот. И давайте перейдём вот к теоретической части, которая у нас осталась. У нас ещё есть 15 минут. Вот. Секундочку. Вот. Рекламный… Давайте поговорим про рекламный алгоритм Facebook. Рекламный алгоритм Facebook просматривает тонны контента. И машинное обучение направлено прежде всего на актуальность и эффективность рекламы. О чём говорит слово «актуальность»? Это говорит о том, что наша реклама должна быть актуальна людям, у которых есть определённые интересы. Ну, как я говорил, парни, которые интересуются машинами, не должны смотреть истории, которые, там, связаны, например, со цветочками, с ноготками. Вот. Реклама должна быть направлена по моим интересам. Если это не в моих интересах, то у меня формируется негативный пользовательский опыт, а Facebook тщательно смотрится за тем, чтобы пользовательский опыт был, ну, максимально положительным. Вот. И эффективность рекламы – это реклама, именно эффективность рекламы для людей, которые настраивают рекламы, которые ведут рекламу, то есть для рекламодателей и владельцев бизнеса. Вот. Реклама должна быть бить по целевым людям, по тем людям, которые совершают нужные для нас действия. И второе – это алгоритм работает в два этапа. Как я говорил, это обучение. Оно обычно проходит 3-5 дней. И этап оптимизации. Оптимизация – это когда уже алгоритм обучился, понимает, кто наши целевые посетители, наши целевые люди, и уже показывает рекламу только целевым людям. Там стоимость рекламы уже становится какой-то более-менее постоянной и, ну, примерно в одних и тех же пределах. Еще какие важные вещи, которые нужно знать. Равномерно распределять в бюджет. Вот. И как думаете, что лучше – 9 дней тратить по 1000 рублей или 3 дня по 3000 рублей? Как я говорил, обучение проходит от 3 до 5 дней. И представьте, у вас только за это время реклама обучится. И только после этого вы уже, ну, будете обучены, так сказать, оптимизированы. Что, ну, реклама… Вы можете просто слить бюджет в пустую, потому что большой бюджет, маленькое количество дней, реклама не оптимизировалась, вы не попали, возможно, в целевую, или только начали попадать в целевую аудиторию, и, ну, по сути, реклама неэффективна. Но и лучше, в данном случае, просто, если у вас есть возможность растянуть, например, сумму 9000 рублей на 9 дней, опять же, сильно не нужно растягивать и не нужно сильно укорачивать. Там, 7-8 дней – это оптимально для того, чтобы вот реклама эффективно работала. Вот. Не делайте поспешные выводы в первые часы запуска. Это четвертое правило. Дайте открутиться рекламе хотя бы 24 часа, или же там, чтобы она открутилась хотя бы, там, тысячи людям показалась ваша реклама. Если реклама не показалась тысячи людям, то вы не можете полноценно судить о том, эффективна данная реклама или нет. Что еще важно знать? Для оптимизации нужны данные. И чем… Вам нужно выделить бюджет для того, чтобы эти данные, ну, Facebook собирал. И выделить такой бюджет, чтобы у вас хотя бы было 50 конверсий в неделю, или же 1000 рублей для трафика каждый день, чтобы, ну, просто реклама прокручивалась, Facebook собирал целевые данные и оптимизировал вашу рекламу. Вот. Методы оптимизации зависят от выбранной цели. В зависимости от цели вы охватываете определенный сегмент аудитории. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот, предложим, вот это наша аудитория, да? И часть людей кликают на странице. Часть людей совершают целевые действия. И часть людей там, например, устанавливают приложение. Согласитесь, нет смысла показывать рекламу на тех людей, кто не покупает в интернете, чтобы они купили ваш продукт. Есть смысл там наставить именно рекламу на тех людей, кто покупает что-то в интернете. Вот. И также нет смысла наставить на меня, как на человека, который не устанавливает приложение. Лучше наставить потратить стресс на того человека, кто с наибольшей вероятностью именно установит какое-либо приложение. Вот. Еще что нужно знать. Не вносите изменения в существующую группу объявлений. Особенно, если вы видите, что эта группа объявлений работает и работает довольно эффективно. Вот. В данном случае вам лучше просто сделать дубль. Там можно через Ctrl-C, просто Ctrl-D дублировать вашу рекламную кампанию, группу объявлений или объявления, что хотите на разных уровнях. И просто вы берете, делаете дубль и вносите какие-то изменения и запускаете. Вот. В существующую я не рекомендую вносить какие-то глобальные правки, кроме как вот в восьмом пункте можно вносить изменения в бюджет, но при этом это делать не больше, чем на 10% каждый день. И это делать лучше первые 3 часа после полуноча, когда алгоритм обновляется и на аукционе минимальные цены на закуп рекламы. Вот. И следующее это секрет дублей, о котором я хотел вам рассказать. Как я работаю с большими бюджетами и делаю довольно эффективно. Вот. У нас есть кампания и есть отцеты. Отцеты это группы объявлений. И отцеты могут цепляться за разные пласты аудитории. Предположим, это аудитория мужчины 25-44. Вот. И каждый отцет может цепляться за какую-то определенную группу людей. Не все отцеты попадают, вот если вы думаете, что это одна и та же аудитория, да, это одна и та же аудитория, но при этом мы можем попасть в совершенно разные ее части. Там где-то люди более активные, где-то люди менее активные. И может получиться так, что, предположим, нам нужна стоимость регистрации не более 80 рублей. Здесь она будет 150 рублей. Значит, мы не попали в нужную целевую группу сразу же. Лучше ее сразу же отключить. Здесь, предположим, 85. Ну, такое лучше отключить. Здесь там 90. Здесь 120. Здесь 15. Здесь 50. Я лучше оставлю две группы объявлений, чтобы они, именно они обучались, а те группы объявлений, которые плохо работают, чтобы они уже были отключены, и я не тратил на них свои деньги. Вот. Так, у нас еще осталось 6 минут. Давайте еще я отвечу на ваши вопросы. Так, как ты ищешь клиентов? Как я обычно ищу клиентов. Я сначала провожу анализ ниши, анализирую конкурентов, что они используют в рекламе, какие рекламные офферы, месседжи они используют, как у них выглядит сайт, как у них строится воронка. Оставляю такую карту трафика, стратегию продвижения, делаю анализ конкурентов, анализ рекламной кампании этих конкурентов. И пишу людям, именно, возможно, даже вот этим конкурентам пишу, пишу людям, которые могут быть моими потенциальными клиентами. И предлагаю людям провести вместе со мной то, что я проведу им бесплатную консультацию. На этой консультации я показываю то, что знаю, показываю свою экспертность. Люди начинают больше мне доверять, видя, что я реальный эксперт данной ниши. И потом я просто закрываю этих людей на уже там тестовую неделю или же на полноценное введение. Расскажи свой опыт введения рекламной кампании. Ну, я скажу так, что я открутил уже более 2-3 миллионов рублей на рекламу. У меня было множество клиентов и 90% клиентов остались довольны результатом. С большей частью я работаю и на данный момент. Вот, чем это обусловлено, почему я, у меня такой большой процент успешных, успешных рекламных кампаний, успешных запусков, в том, что я много тестирую. Я делаю много креативов. Вот вы можете увидеть, что у меня разные вариации креативов, разные тексты, разные смыслы, разные изображения, разный фон, разные аудитории. И вот я делаю различные тесты и запуская рекламу, ну, на разные категории людей, тестирую, выявляю лучшие связки. Если у меня вообще ничего не заходит, то я делаю новые тесты. Как-то смотрю на рекламу уже с какой-то другой стороны. Более, так сказать, может быть, я советую с кем-то. Но в итоге я все равно, ну, вот, за то, чтобы максимально большое количество раз протестировать разные объявления. Вот, ну, вот, обычно это так работает. Вот, что еще вы хотели задать? Так, какие плейсменты ты посоветуешь использовать? Ну, и, как я говорил, лучше всего использовать или ленту, или сториз. Я обычно сейчас, ну, вот, в последнее время стал делать так, что я в одну группу объявлений запускаю сразу же и ленту, и сториз, чтобы быстрее моя реклама оптимизировалась, вот, и сами менеджеры по маркетингу в фейсбуке рекомендуют именно так делать. Вот. И я запускаю и начинаю тестировать вот эти группы объявлений. Так. Еще вопросы. На какие цели рекламной кампании ты чаще всего используешь. Ну, я говорю, если у меня есть сайт, то я чаще всего использую цель конверсия. Ставлю пиксель на, вот, предположим, вот такие вот сайты. Ставлю события на вот такие кнопки. Когда человек отправляет свои данные, то он автоматически попадает на мой пиксель. И я могу так настраивать рекламу на более целевых людей. Если же у меня есть Инстаграм, я веду на Инстаграм или же на Телеграм, то я настраиваю рекламу на трафик. Трафик, я думаю, вы понимаете, знаете, что это за цель такая. Это цель, которая, ну, нам нужны просто клики и переходы на посадочную страницу. Трафик, какие рекламные креативы ты советуешь использовать. Я советую, прежде всего, использовать, ну, протестировать, опять же, ленту и сториз. Статические креативы в ленте и сториз, то есть это изображение неподвижное. Я советую использовать мошен дизайн и советую использовать видео и обращения. Вот. Чем, опять же, чем больше вы протестируете вариантов, тем больше вероятности у вас зайдет ваша реклама. Вот. Поэтому тестируйте, нарабатывайте какие-то связки. И я также советую вам отчасти нишеваться в какие-то ниши, брать несколько клиентов в одной нише, чтобы вы понимали, как там работать с каждой из ниш. Не с каждой из ниш, а в какой-то одной нише, чтобы вы были экспертом. Экспертом и вас советовали другим людям, чтобы вы через сарафанку искали нужных для вас клиентов. Вот. Тарс, что еще вот вы задавали? Тарс, тарс, тарс. А что делать, если у вас ни один из ацетов не зашел? В таком случае я, опять же, рекомендую менять аудиторию, менять креативы, рекламную подачу менять. И также, если у вас есть сайт-конверсия, и вы ведете на сайт, и у вас не собираются лиды, например, или покупки, то вам нужно поменять сайт. Или же дать просто открутиться хотя бы рекламе еще какое-то время. Главное, чтобы вы не уходили в сильный минус по рекламному бюджету. И протестировать, может быть, все-таки какой-то дубль зацепится за нужную для вас аудиторию. И давайте последний вопрос. А как ты так быстро продвинулся в таргетированной камере? Я скажу так, я много практиковался, я брал много проектов. Да, у меня были периоды, когда были депрессии. Но в целом, я просто много практиковался, много в интернете находил какой-то информации. Я первоначально не проходил никаких курсов, я просто все это делал на Арктике. И на основе этого у меня появился какой-то опыт, я его стал внедрять, на шипрах учился, и вот вышел на довольно хорошие доходы. Ну и, конечно, я собираюсь еще дальше расти. Вот. В целом, друзья, все. Спасибо большое за вебинар. Думаю, он вам понравился. Мы обсудили, как настраивать рекламу, обсудили маркетинг в Инстаграме. Вот. И вообще пообщались на тему по поиску клиентов, оптимизации рекламы и тестовых запусков. Вот. Спасибо большое за ваше внимание. До свидания. Свидимся на следующих вебинарах по ТикТоку. Большое спасибо. До свидания.